И последнее сообщение. Методологические основы оценки и качества ТМЕ. Докладывает Ольга Владимировна. Василия Майфко. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Тема моего доклада. Методологические основы оценки и качества тотальной мезоректомектомии при колоректальном раке. Внедрение тотальной мезоректомектомии в качестве стандарта хирургического лечения больных раком прямой кишки потребовало адекватного морфологического исследования и адекватной оценки качества хирургического вмешательства. Составление точных и качественных патологических отчетов по операционному материалу при колоректальном раке важно для решения нескольких задач. Подтверждение диагноза и определение стадии заболевания, планирование лечения пациента, контроль качества проведенного хирургического лечения, аудит предоперационного диагностического обследования, определение эффектов нейлодивантной терапии, сбор данных по регистрации эпидемиологии рака и планирование оказания медицинской помощи пациентам. На пути к решению этих задач значительно возросла роль патоморфолога в оценке качества проведенного лечения. Сегодня золотым стандартным в лечении колоректального рака является скоординированное взаимодействие радиологов, хирургов, онкологов и патоморфологов. В 2014 году мы существенно расширили патологические отчеты по препаратам после оперативного лечения колоректального рака. За основу были взяты стандарты и рекомендации по составлению патологических отчетов изучения колоректального рака Royal College of Pathologists и методические рекомендации НИИ Минигерцена. Ключевые моменты исследования, которые должны быть отражены в отчете патолога, делятся на две большие группы – это макроскопические и микроскопические, локализация опухоли, максимальный диаметр опухоли, расстояние до ближайшего края резекции, перфорация опухоли, отношение к карману тазовой брюшины, градация плоскости хирургического выделения, расстояние от опухоли до зубчатой линии при брюшно-промежностной экстерпации, гистологический тип опухоли, степень гистологической дифференцировки, максимальная степень местного распространения, края резекции, максимальной гистальной и циркулярной края резекции, статус лимфатических узлов, число найденных, число пораженных и опекальный лимфоузел наивысший, экстрамуральная венозная инвазия, наличие регрессии опухоли в результате неодевантной терапии, если она проводилась, и гистологическое подтверждение отдаленных метастазов, если они были присланы на исследование. Основными индикаторами качества хирургического лечения колоректального рака являются целостность мезоректума, циркулярный край резекции и количество лимфоузлов. Целостность мезоректума коррелирует с частотой возникновения местных рецидивов, по данным многих авторов. Нами использованы три степени оценки качества тотальной мезоректумектомии. Мезоректально-фасциальная плоскость выделения, оценка качества ТМЕ хорошая, гладкая поверхность собственной фасции, нет повреждений, допускаются небольшие надрывы и повреждения менее 5 мм. Интермезоректальная плоскость выделения, оценка качества ТМЕ удовлетворительная, существуют небольшие участки отсутствия или рассечения собственной фасции, также допускаются рассечения и дефекты более 5 мм, но без обнажения мышечной стенки. И неудовлетворительная тотальная мезоректумектомия – это плоскость выделения по мышечной оболочке. Это дефекты рассечения до мышечной стенки. Определение статуса циркулярного края. Циркулярный край резекции – это хирургически мобилизованная, неперитонизированная поверхность мезоректума. Это прогностический фактор развития местного рецидива и отдаленного метастазирования. Циркулярный край резекции считается позитивным, если опухоль расположена на расстоянии менее или равном 1 мм до края резекции, по данным одних авторов, и по данным других авторов на расстоянии менее или равном 2 мм до края резекции. На слайде мы видим негативный циркулярный край, он окрашен зеленой краской и красной стрелкой, показанное расстояние от опухолевого комплекса до циркулярного края резекции. В данном случае оно больше 1 мм, и этот край резекции считается негативным. Позитивный край резекции в данном случае – это перстневидно-клеточный рак, и мы видим озера слизи в непосредственной близости от маркированного края резекции. Это расстояние, это большое увеличение, расстояние 0,15 мм, что считается позитивным. Причины позитивного края резекции, если говорить упрощенно, то это плохая опухоль, плохой хирург, плохой патолог. А если рассматривать более детально, то выраженное местное распространение опухолевого процесса, позитивный лимфоузел, который может располагаться в непосредственной близости от циркулярного края резекции, переневральная инвазия, сосудистая инвазия, неполное ТМЕ, ошибки патолога и дефекты фиксации проводки операционного материала. На данном слайде мы видим микрометастаз в лимфоузел, который может располагаться в непосредственной близости от циркулярного края, и такой край будет считаться позитивным. Здесь мы видим экстрамуральную венозную инвазию, опухолевый конгломерат, депозит в просвете сосуда, и переневральную инвазию в переневральных пространствах. Еще одно определение, которое тесно связано с циркулярным краем резекции, это хирургический клиренс. Это минимальное расстояние от края опухоли до латерального края. Причем мы должны измерять от опухолевых комплексов непосредственно самой опухоли или депозита опухоли, либо метастатически пораженного лимфоузла, в зависимости от того, что находится ближе к циркулярному краю резекции. На данном снимке мы видим метастатически пораженный лимфоузел, который находится в непосредственной близости к окрашенному краю. И вот из этого места будет, в том числе и из этого участка, будет забираться материал для определения хирургического клиренса циркулярного края резекции. Здесь участки наибольшей инвазии в параректальную клетчатку, и рядом также метастатически пораженный лимфоузел. Еще раз вернемся к этому снимку, который мы уже видели. Вот красной стрелкой как раз показано это расстояние, которое мы называем хирургическим клиренсом. Еще один важный аспект в патологическом отчете – это расстояние от опухоли до ближайшего края резекции. Гистологическое исследование краев резекции необходимо в случае, если опухоль расположена ближе 30 мм к одному из них. Если же опухоль располагается дальше, то делается вывод, что край среза препарата не вовлечен в опухолевый процесс. Однако есть исключения из этого правила аденокарциномы с выраженным инфильтративным ростом, выраженная сосудистая переневральная или лимфатическая инвазия, особые гистологические формы рака – персневидноклеточный, мелкоклеточный или недифференцированный. Чтобы избежать повторных дополнительных исследований препарата и увеличения сроков составления отчетов по ним, края резекции нами исследуются в 100% случаев. Гистологический тип опухоли и степень гистологической дифференцировки. В абсолютном большинстве случаев это аденокарциномы, высоко дифференцированная, умеренно дифференцированная, низко дифференцированная. Крайние редкие случаи были у нас персневидноклеточного рака, это большое увеличение и малое увеличение. Мы видим персневидные клетки. Это как раз тот тип рака, когда наибольшее количество переневральной, воскулярной инвазии и метастазов. Здесь показана последовательность проведения исследований. То есть материал окрашивается, фиксируется. После фиксации, которая от 2 до 7 дней происходит в зависимости от препарата, делается серия срезов, серия снимков на разном увеличении. Вот на этом снимке мы видим инвазию в проректальную клетчатку. Следующий важный аспект отчета патологического – это ответ на неодевантную терапию. При радикальном удалении карцином прямой кишки, которые подверглись предоперационной неодевантной химиолучевой терапии и продемонстрировали полную или значительную регрессию, прогноз заболевания лучше, чем при опухолях, которые не показывают значимой регрессии. Тем не менее, до настоящего времени нет единого мнения, как оценивать гистологические стадии регрессии. Классификаций существует много, за последние 20 лет их было предложено несколько. Самая популярная – это классификация дворока. Степень регресса оценивается по 5-бальной системе, однако она не очень удобна и несколько субъективна. И большинство патологов приходят к мнению, что документировать необходимо наиболее очевидные степени регресса, а их три. Нет остаточных опухолевых клеток, минимальное количество остаточной опухолевой ткани, и нет значимой регрессии. Мы также придерживаемся этого мнения и работаем по этой классификации. Здесь в слизистой оболочке мы видим синий стрелкой показан фокус аденокарциномы, и в мышечной – слизистая дегенерация опухолевых клеток без жизнеспособных опухолевых клеток. Еще раз примеры отчетов – это и последовательность их выполнения. Это так выглядит нативный препарат, который доставляется в биопсийный блок, оценивается качество тотальной мезоректомектомии, описывается, делается серия снимков, окрашивается, фиксируется. Потом после фиксации, я еще раз повторюсь, делается серия срезов и снимков. К этим снимкам мы возвращаемся, потом при гистологическом исследовании, ну или в случае спорных случаев, если какие-то спорные случаи есть. Так выглядит отчет примерно. Я его зачитывать не буду. Следующий пример – это уже препарат брюшно-промежностная экстерпация прямой кишки. Здесь мы видим уже с дефектами проведенная операция на большие рассечения. Также пример отчета. Следующая – прямая кишка резицированная, тоже небольшие дефекты, но здесь оценка качества ТМЕ удовлетворительная. Также метастатически пораженный лимфоузел. И выводы, которые кратко, чтобы я еще хотела сказать, что в патологоанатомическом отчете необходимо отображать следующие пункты – сохранность мезоректума, стадирование по ТНМ, статус циркулярного края, другие действопатологические маркеры прогноза, о которых я выше говорила, и градация регресса опухоли, если пациент подвергся неодевантной химиолучевой терапии. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Может быть, вопросы будут, Ольга Васильевна? Можно задать вопрос. Ольга Васильевна, скажите, пожалуйста, Вы сейчас работаете по этим протоколам. Насколько удлиняется работа с препаратами от пациента, если работать так, как надо по протоколам Ваших? Ну, самое большое время это фиксация у нас занимает. Вот опытным путем мы пришли к выводу, что фиксировать препарат все-таки дольше – это лучше. Мы около 7 дней фиксируем препарат для того, чтобы избежать потом в дальнейшем дефектов и перерезки материала. Удлиняется? Ну, на неделю удлиняется. Ну, это в целом по фиксации. А вообще, с материалом Вам приходится, насколько длительнее работать, нежели вот рутинная работа, которая до вот этого этапа в соответствии с международными стандартами. Намного удлинилась работа? Работа удлинилась, потому что, ну, в среднем по каждому препарату берется около 40 кусочков. И нужно ответить, слишком много вопросов, на которые нужно ответить. То есть, вот, непосредственно с одним материалом патолог работает гораздо дольше, чем с обычным препаратом. Спасибо. И скажите еще, насколько все-таки увеличился удельный вес, насколько увеличился удельный вес дефектов в работе хирурга после Ваших исследований, вот, по сравнению с рутинными методами? Ну, Вы имеете в виду позитивный хирургический край? Да, да. Тезисы мы опубликуем. У нас результаты сравнимые, конечно, с другими результатами опубликованными. Но, в целом, конечно, пока что больше у нас позитивный циркулярный край. Я в цифрах сейчас могу ошибиться. Да, хорошо. Так, и сюда вернусь. Вы намеренно говорите при неодивантной терапии о регрессе, а не о патоморфозе? Ну, при неодивантной терапии мы пишем патоморфоз опухоли, да. А здесь вы даете регресс? Патоморфоз. 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 Продолжение следует...